В округе отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. За 8 месяцев текущего года в Ненецком округе зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых погибло 3 человека. 35 получили ранения различной степени тяжести. О состоянии аварийности в регионе шла речь на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Неутешительные показатели статистики. За 8 месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число пострадавших выросло на 40%. Еще большее беспокойство вызывает ситуация, связанная с дорожно-транспортными происшествиями, совершенными по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день таких ДТП 8, аналогичный период 7. Рост состоял 14%, в которых 2 человека погибло на уровне прошлого года и 10 получили ранения. Рост 25%. В ходе проведения ежедневного надзора и контроля нарядами патрульно-постовой службы пресечено свыше 6 тысяч административных правонарушений. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения выявлено 164 водителя. 36 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде. В судебном порядке лишены права управления транспортными средствами 100 водителей. 91 водителю назначены штрафы. 9 человек направлены на обязательные работы. 29 подвергнуты административному аресту. Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности на территории региона остается высокий. Нестабильная остановка на сегодняшний день складывается с наездами на пешеходов. По итогам 8 месяцев зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в которых 7 человек получили равнение. По сравнению с 2016 годом рост составил 133%. Аналогичный период было 3. Одно ДТП, в котором один человек получил ранение, совершено на пешеходном переходе. По словам Александра Стрипетилова, из 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 4 ДТП произошли по вине пешеходов, 3 – по вине водителя. Особую обеспокоенность у инспекторов ГИБДД вызывают рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. За этот год уже зарегистрировано 7 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести. 19 числа ДТП было зафиксировано на перекрестке улицы Смедовича-Хатанзейского. Несовершеннолетний ребенок, девочка 10 лет, переезжала через проезжую часть улицы Хатанзейского. Водитель, выезжая с улицы Смедовича, поворачивал на улицу Хатанзейского. Не уступила ей дорога и совершил наезд на велосипедистов, получается. Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка произошло вчера вечером в районе дома номер 3 по улице 60 лет Октября. Водитель Мазда, двигаясь в направлении городского моста, совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. Несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть по пешеходному переходу, со слов родителей. Водитель, получается, не учел метеоусловия, потому что была пасмурная погода. Не учел, как он поясняет, его ослепил свет фарм встречного транспортного средства. Мальчик неожиданно выбежал из этого транспортного средства, которое проехало пешеходный переход, он его не увидел, совершил на него наезд. Ребенок госпитализирован, сейчас становится степень тяжести травм. Как нам стало известно, ребенок был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. Для предотвращения подобных происшествий все участники дорожного движения должны быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуется использовать фликеры. Это световозвращатели, помогающие водителю заметить человека на дороге в темное время суток. Фликеры можно разместить на верхней одежде, школьных рюкзаках, детских колясках, санках и велосипедах. Но не стоит полагаться только на светоотражающие элементы. Лучшим уроком безопасности для детей всегда является личный пример родителей. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал Север.